Керченский бюджет принимали на 44-й сессии городского совета. Как и республиканская смета, городской бюджет планирует увеличить доходную часть. Предлагаемый на ваше рассмотрение проект бюджета по доходам общего фонда на 2014 год составляет 473 млн 827 100 грн. В том числе 189 млн 828 500 это собственное поступление, 111 млн 593 900 дотации выравнивания в государственном бюджете Украины, 172 млн 404 700 это субвенции из государственного бюджета и бюджета автономной республики Крым. То есть объем бюджета на 2014 год по общему фонду на 80,6 млн больше фактического исполнения 2013 года. Это 20,5%. Основным налогоемким источником дохода традиционно является налог на доходы физических лиц. Как известно, в 2013 году вследствие накопления задолженности по заработной плате на экономически активных предприятиях, простое завода «Залив», планы по поступлениям НДФЛ срывались. Это вызывало проблемы с финансированием городских расходов. В 2014 году планируют собрать 134 млн 819 тысяч грн налога на доходы физлиц. Стоит отметить, что цифра смелая. В прошлом году собрали на 14 млн меньше. Планируемый темп роста – 111,9%. При этом основными резервами по наполнению доходной части бюджета будет погашение задолженности по заработной плате, а также повышение уровня зарплаты. Так, долги по активным предприятиям на начало года составили более 10 млн грн. Однако новая приватизация судоремонтного завода позволила погасить задолженность за 2013 год. Это порядка 4 млн. Вторая стадия приватизации предполагает дальнейшее погашение долга. Планы на рост зарплаты обусловлены не только повышением минималки, но и предполагают борьбу с недобросовестными работодателями. Так, в конце 2013 года на 117 предприятиях выплачивали плату ниже минимального размера. Также источником доходов будет плата за землю. Как известно, 25% от налога на землю идет в местный бюджет. Планируемые поступления – 50 млн. 253 тыс. грн. Чтобы выйти на эту сумму, необходимо перезаключение договоров аренды с учетом новой нормативно-денежной оценки, введенной на территории Керчи в 2011 году. Также в доходную часть войдет местный сбор за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности. Например, новым источником прибыли для города станут платные парковки. За них хотят получить 582 тыс. грн. Еще более 30 млн. привлекут в доходную часть спецфонда. Таким образом, выполнив планы по этим поступлениям, город справится с расходной частью. При этом учитывают и прогнозируемую инфляцию. Она составит 8,6%. Бюджет города по расходам сформирован в следующих объемах. Общий фонд 509 млн. 600, в том числе 268 млн. 200 – это расходы на выполнение делегированных полномочий, 33 млн. 200 – расходы на выполнение полномочий органов местного самоуправления, 172 млн. 400 – субвенции на социальную защиту населения, в том числе и спецгосударственного бюджета Украины – 167 млн. 700 и бюджет автономной республики Крым – 4 млн. 700. Специальный фонд по расходам – 35 млн. 800, в том числе бюджет развития – 23 млн. 100 и субвенции социального бюджета Украины – 2 млн. 900 тыс. грн.